МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Ваша информационная программа Республика. В студии Ольга Панова и сегодня в нашем выпуске. ЧП районного масштаба. На железнодорожном переезде в Чебоксарах столкнулись КАМАЗ и цистерна с керосином. Под эгидой Минспорта России в Москве состоялся Оргкомитет по подготовке к Международному спортивному форуму. Яблочко от яблоньки. Сегодня православные отмечают преображение Господня или яблочный спас. В начале выпуска чрезвычайная информация. Печальная статистика этого лета пополнилась еще одной трагедией. Накануне мы сообщали о гибели мальчика, выпавшего из окна в воскресенье. Вчера несчастный случай произошел в Новочебоксарске. Пятилетняя девочка выпала из окна своей квартиры на седьмом этаже и от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой. По предварительным данным дома в этот момент находились мать, бабушка, а также старшая сестра погибшей девочки. В какой-то промежуток времени она оказалась одна на кухне, подошла к открытому окну, залезла на стул, затем на подоконник и, облокотившись москитную сетку, вместе с ней выпала на улицу. Хотелось бы призвать граждан, родителей, а также всех взрослых, на чьем попечении имеются малолетние дети, быть предельно внимательными в том случае, если они находятся в квартире вместе с детьми, проверять, открыты ли окна. В случае, если проветриваются помещения, знать, где находится ребенок, не допускать его приближения к окнам. Кроме самих родителей, никто обеспечить безопасность детей не сможет. Никакой правоохранительный орган, никакой орган государственной власти, орган местного самоуправления не сможет ежесекундно находиться в этой квартире вместе с родителями и их детьми и предупредить трагедию. Также мы полагаем, что обеспечить безопасность детей, даже в тот момент, когда рядом нет родителей, либо других взрослых лиц, эту безопасность могли бы обеспечить различные блокираторы для окон, пластиковых окон. Они продаются и стоят несоизмеримо меньше, чем жизнь ребенка. Одновременно следственное управление Следственного комитета продолжает расследование вопиющего преступления, совершенного в Козловке на прошлой неделе. Напомним, по версии следствия, 52-летний житель Татарстана, приехавший в город по делам, обманом завлек в свою машину 11-летнюю девочку, увез ее в лес и убил. Установить личность преступника и задержать его удалось довольно быстро. Следователи собрали необходимые объективные доказательства, в том числе и вещественные. В ходе допроса обвиняемый свою вину в совершенном преступлении признал, рассказал следователю об обстоятельствах совершенного преступления. В тот день он приехал в Чувашскую республику для покупки строительных материалов, поскольку строил дом в одном из сельских населенных пунктов Зеленодольского района Республики Татарстан. В ходе следствия также установлено, что на одном из колес автомобиля злоумышленника, на котором он ездил в тот день, рисунок протектора шины отличался от трех других. Опасаясь, что сотрудники правоохранительных органов смогут таким образом идентифицировать его машину по следам, он поменял отличающуюся автопокрышку на такую же, как и другие. Также он полностью вымыл свой автомобиль, а снятую шину закопал в песчаном карьере неподалеку от деревни, в которой строил дом. В настоящее время продолжается проведение необходимых следственных действий, в том числе назначен ряд судебных экспертиз. В отношении обвиняемого с целью установления его вменяемости или невменяемости, в ходе следствия также будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается. В случае, если его вина будет доказана, ему может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы. И о других событиях. Сегодня в Москве прошло заседание уркомитета форума «Россия и спортивная держава». Участие в нем принял и глава Чуваши Михаил Игнатьев. Международный форум откроется в Чебоксарах 9 октября. Сейчас в Федеральном министерстве спорта согласовывают окончательную программу и приглашают гостей. Подробности в следующем материале. Программу форума «Россия и спортивная держава» обещают стать по-настоящему насыщенной. В течение трех октябрьских дней Чебоксары будут жить на спортивной волне. Мастер-классы от чемпионов, масштабные выставки и круглые столы. В столицу Чувашии приедет огромное количество гостей. Свою участие уже подтвердили 3800 человек. На заседании оргкомитета Виталий Мутко заметил, организаторы форума будут демонстрировать всем положительный опыт Чувашии. Форум рассматривать будет несколько главных проблем. Прежде всего, это проблема очень серьезная, большая. Это подготовка спортивного резерва, модернизация системы. И вообще создание системы подготовки спортивного резерва, способная на постоянной основе поставлять нам членов сборных команд страны по всем видам спорта. На форуме попытаются решить и глобальные задачи. К примеру, эксперты разных стран поговорят о противодействии коррупции в мировом спорте. Мы хотим, конечно, серьезно уделить внимание теме чистоты в спорте, теме сегодня безопасности, договорным матчем, то есть той конвенции, которая сейчас в недрах Совета Европы рассматривается. На оргкомитете в Москве решали и другие вопросы, определяли площадки для проведения круглых столов и пленарных заседаний. Вполне возможно, что в форуме примет участие и президент страны. Пока же в Министерстве спорта утвердили окончательную программу. Елена Гальперина, Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика, из Москвы. Ориентация на здоровый образ жизни. Впервые за последние 20 лет в Республике зарегистрирован прирост населения. Для его сохранения и увеличения продолжительности жизни необходимы дополнительные меры. По мнению экспертов, качество жизни практически на 90% зависит от среды обитания, образа жизни, качества образования и других факторов, способствующих развитию и реализации личности. В Министерстве здравоохранения на видеоконференции обсудили создание в Чуваше профиля здоровья. В конце июля глава Республики подписал указ о дополнительных мерах по укреплению здоровья и повышению качества жизни населения. Каждому муниципалитету, даже каждому населенному пункту необходимо разработать профиль здоровья. То есть дополнительные меры по укреплению здоровья. Основной посыл подхода к сокращению смертности, к улучшению качества жизни – это то, что не только система здравоохранения влияет на состояние здоровья, а по литературным данным на состояние здоровья напрямую здравоохранение не влияет всего лишь на 10%. А все остальное – это наша среда обитания, это наше питание, это наше движение или неподвижный образ жизни, это качество образования, это качество дорожного покрытия, это город, который способствует творческому развитию личности, это наличие велосипедных дорожек. Собственный план мероприятий каждого муниципалитета по укреплению и сохранению здоровья людей должен стать неким базовым документом, в котором будут прописаны конкретные меры по улучшению экологии, развитию спорта, образования, культуры, а также других сфер, которые, по мнению медиков, формируют здоровье человека. Татьяна Трофимова, Антон Вовк, Республика. В марте этого года принята республиканская программа капитального ремонта многоквартирных домов. Теперь все собственники домов, непризнанных аварийными, должны платить взнос за эту услугу. Каким образом будет формироваться фонд «Выбор самих жильцов»? Подробности в нашем сюжете. Обязательство по внесению взносов за капремонт у собственников возникает с декабря 2014-го. Сумму оплаты жильцы устанавливают сами. Обязательное условие – не менее 5 рублей 20 копеек с квадратного метра жилья. Также собственники должны решить, где будут аккумулироваться средства – на собственном счете дома или на счете регионального оператора. Когда принимают решение открыть специальный счет, в данном случае в протоколе это прописывают, определяют банк, где бы они хотели видеть свой счет, и обращаются к региональному оператору для открытия счета. На счете регионального оператора, если дом находится, то средства эти между собой взаимодействуют, то есть внутри муниципального образования. Сейчас по Чувашии проводится собрание жильцов, где представители фонда капитального ремонта подробно разъясняют гражданам о нововведении и отвечают на все возникшие вопросы. После этого собственники должны выбрать один из способов оплаты методом голосования. Если же до декабря ответа не поступит, то дом переходит на оплату в счет регионального фонда. По предварительным данным, большинство домов сделали выбор в пользу именно этого оператора. Мы можем только по минимуму платить, поскольку мы пенсионеры 5,20 и не больше. Если что-то какие-то чрезвычайные будут происшествия, в государстве какие-то нелады, тогда можно будет поднять. Но дом старый, конечно, надо потихонечку все ремонтировать. В одиночку мы ничего не сделаем. Каждому из собственников будет приходить квитанция. Причем, обратившись в банк, они смогут узнать, как проходит оплата за капремонт в их доме. Также, если у жителей многоквартирного дома возникнет желание изменить метод формирования фонда, то это возможно. А ранее накопленные средства перейдут на новый счет. Екатерина Абрамова, Сергей Рябчиков, Республика. Сегодня утром на Гремячевском железнодорожном переезде произошло ДТП. КАМАЗ проехал на запрещающий сигнал семафора, что повлекло за собой столкновение с тепловозом, перевозившим авиационное топливо. Подробности узнавала наша съемочная группа. По предварительным данным, виновником аварии является водитель КАМАЗа. Машинист тепловоза подавал сигнал грузоперевозчику и предпринял экстренное торможение. Однако водитель КАМАЗа, избежать столкновения, не успел. В результате ДТП один из вагонов сошел с рельс, впоследствии чего опрокинулся, вылилось около 200 литров авиационного керосина. Оперативные службы на происшествие отреагировали сразу же. Пострадавшего 50-летнего водителя КАМАЗа госпитализировали в БСМП, а движение перекрыли из-за возможного возгорания топлива. Площадь загрязнения грунта не более 7 квадратных метров. Буквально только что наша съемочная группа вернулась с места аварии. Работы там продолжаются. Однако к 18 часам удалось полностью восстановить движение на переезде и прилегающей дороге. Эта новость наверняка появится в газетах. А приобрести периодическую печать можно в специализированном мини-маркете. Газете «Советская Чувашия» стало тесно в привычных киосках. Новый павильон поставили на остановке у дома МОД. Кроме свежей прессы, посетителям предлагают оплатить услуги и зайти в интернет, выпить кофейку и оформить подписку. Министр информационной политики и массовых коммуникаций Валентина Андреева так и поступила. Наделали шуму, в хорошем смысле слова, и улетели. Сегодня пилотажная группа «Стрижи» вернулась на свою авиабазу в подмосковной Кубинке. Провожал залетных глава города Леонид Черкесов. Думаю, с тем, что «Стрижи» сделали нынешний день города, спорить никто не будет. Пожалуй, никакое другое мероприятие не собрало такого количества зрителей. За фигурами высшего пилотажа наблюдали около 200 тысяч чебоксарцев. Вот я вспоминаю, как бы день города был без «Стрижей». Ну, невозможно представить сейчас. Там уже под таким впечатлением, что действительно много мероприятий. Действительно, каждый старался по душе это найти. Но что бы? Вот это самое яркое. Пилотажная группа гостила в Чебоксарах почти пять дней. На такой визит потребовалось разрешение самого министра обороны России. Грустно, что они уезжают. Но мы им говорим, что до скорого свидания, до свидания. Что надеемся, что они еще и еще к нам прилетят. Мы обсудили многие вопросы о сотрудничестве, о дружеских взаимоотношениях. Вот эта дружба, которая у нас сейчас сложилась за дни пребывания «Стрижей» с летчиками, с механиками, инженерами, с руководством. И я думаю, что она и дальше продолжится. Чебоксар – это город, в который можно влюбиться. Так отозвались и столицы Чуваши люди, которые видели ее с высоты птичьего полета. Сегодня православные христиане отмечают один из 12 главных церковных праздников – преображение Господня. Он связан с земной жизнью Иисуса. По преданию, в этот день на горе Фавор Христос предстал перед учениками преображенным. Лицо его было озарено светом, а одежды стали белыми. Священники в этот день облачаются в белое одеяние, что символизирует божественный свет. Православные христиане освящают плоды нового урожая – виноград, груши, сливы и, конечно, яблоки, которые с этого дня разрешается есть. Во церквленные говорят, те, кто причисляет себя к истинно верующим христианам, до второго спаса яблок не едят. В народе этот праздник известен еще как «яблочный спас». По традиции в это время пекут пироги, варят варенье, угощают окружающих, а также готовятся к осени. Виноград же вспоминается в Евангелии, и не один раз спаситель сам про себя говорит, ягод, есть виноградная лоза. А ученикам своим говорит, а вы ветви. Мы же, как последователи Христа, наверное, являемся ягодами. Православные люди в это время, с первого спаса, с 14-го числа, постятся до 28-го. В постный день сегодня можно рыбу кушать, люди православные идут в храм и освещают яблоки, виноград, нового урожая. Потому как до этого это все нельзя было кушать. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. До встречи в эфире. Всего доброго. Да, и не пропустите сегодня заключительную серию реалити-шоу «Модная свадьба». Три месяца участники проекта под прицелами телекамер готовились к своим бракосочетаниям. И вот свадьбы сыграны. Как все прошло, увидите в 20.30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова